Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Он всегда пытался похудеть, но потерял пару камней, сказала мама блогера. Затем на Пасху он пошел в магазин, а когда вернулся, то запыхался. Затем, внезапно для меня, все стало на свои места. Сначала я подумала, что это может быть пневмония. Ко мне даже не подходил ковид, потому что это длилось так долго. Обеспокоенная 54-летняя Диана настояла на том, чтобы на следующий день ее сын обратился к своему терапевту и его отправили в специализированную больницу скорой помощи, Нортумбрии в Кармлингтоне. Через несколько часов было обнаружено, что у Дэвида опухоль в груди, которая была диагностирована как злокачественная, опухоль половых клеток. Когда он начал лечение, которое, по словам врачей, было успешным в 89%, Дэвид и его семья сохраняли надежду, что он победит болезнь. Все это время он был таким позитивным, сказала Дайан. Он сказал, что будет сражаться до конца. Он сказал, что выздоровеет и вернется к работе. Когда лечение начало сказываться на Дэвиде, он рассказал своим подписчикам на YouTube, почему в последнее время не загружал много видео. В сообщении на своем канале он написал, «Мое здоровье ухудшилось. У меня были сильные мышечные боли в груди и спине, которые, как я недавно обнаружил, были опухолью в груди. Я в настоящее время нахожусь в больнице, проходит курс химиотерапии, в окружении замечательных медработников, которых я не могу отблагодарить, и надеюсь, в ближайшие месяцы я справлюсь с этим». «Спасибо всем моим подписчикам за то, что сделали этот канал больше, чем я когда-либо мог мечтать. Я надеюсь вернуться». «Пусть вызвал множество комментариев от доброжелателей. Была еще надежда, он не сдастся без боя». «8 октября блогер умер на руках у своей матери. Я думаю, если бы он попал на осмотр, мы бы раньше обнаружили опухоль», сказала женщина. Она добавила, что ее сын вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, поэтому рак стал его безмолвным убийцей. Мать Макмиллана также призвала молодых людей не откладывать обращения за медицинской помощью, несмотря на пандемию.